Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как установить интернет через модем-флешку, или, так сказать, через флешку USB. Необходимо иметь вот такую сим-карту. В данном случае это будет сим-карта Tele2. Название этой флешки Huawei, она универсальная. Работать эта флешка будет сим-картой любого оператора сети. Приём 3G. Открываю крышку этой флешки. В этом месте написано логин и пароль для приёма сети Wi-Fi. Менять его не надо. При установке Wi-Fi логин и пароль автоматически ставим загрузить те данные, которые написаны здесь на флешке. Поэтому это необходимо знать. Вставляем сюда сим-карту. Ставлю крышку от флешки на место. Снимаю колпачок. И эту флешку ставлю в свободное гнездо USB на компьютере. Теперь идёт установка драйвера. Установка драйвера в автоматическом режиме идёт. И здесь крутится колёсико вот такой, как видим. Сама программа определяет, какие данные необходимо установить на данный компьютер без нашего вмешательства. Если мы подключили флешку в гнездо USB и ничего у нас не происходит, запускаем браузер. В данном случае я запускаю браузер Explorer. Другие браузера не будут работать. Здесь прописываем 192.168.8.1. Интер. Открылось вот такое окошко. Нажимаем настройки. Здесь пишем в этих окошках имя пользователя и пароль. Прописываем админ. И пароль такой же. Вход. Меня так как оно заполнено. А у вас будет вот такой новый профиль. Нажимаем новый профиль. И в этих окошках заполняем всё то, что у меня здесь записано. Сверху пишем Rostele.com, если это Россия. Имя пользователя админ. Пароль админ. И точка доступа интернет. Если симка у нас другая, то пишем здесь Beeline. Так же само прописываем. Или МТС, или ещё какую. А верхние три строчки без изменения остаются. Потом нажимаем Далее. Здесь ничего мы не прописываем. Потому что это Wi-Fi. И все эти данные находятся под крышкой на флешке. И нажимаем Готово. Всё. Все эти данные прописаны. Теперь проверяем работоспособность интернета. Запускаю я браузер Google. И давайте посмотрим, работает он или нет. Куда девается свободное место на системном диске C. И как увеличивает свободное место на этом системном диске. Как видим, интернет работает. Всё нормально. Давайте проверим скорость интернета. Какой скорость он работает. Открываю поисковик Яндекс. И здесь пишем Яндекс скорость интернета. Ну, Яндекс скорость достаточно. Я уже писал, поэтому я просто вставляю это слово. И здесь нажимаю вот такую строку Яндекс интернет-ометр. Измерить. Идёт измерение скорости интернета. Скорость интернета, как видим, 4.11 Мбит в секунду. И скорость отдачи 599 Кбит в секунду. На этом всё. До свидания.